Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня необычный влог, потому что я не одна! У меня уже в гостях Лена, и мы уже гуляем с малым, и мы уже налили вина. Мне прислали тут с фермы, в общем, сметана, творог, сыров, просто море всяких к вину разных, разнообразных. Мы их будем пробовать, и я выставлю посты в Инстаграме, и скажу, где это можно всё, и как вообще нам понравилось. И вообще, вино белое взяли, это то, что мне советовали, там сказали замечательное. Это наше белое донское вино, винный квартал, белое, по-моему, полусладкое. Вот, и сейчас мы будем наслаждаться, просто я давно хотела вот эти сыры все, и да, и они пришли. Просто видов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь видов сыров, и домашняя сметана, которую просто вот намазываю. Лена пришла ко мне, мы прям бутерброды с ней, со свежим хлебом намазали, и вот нереально вкусно, правда. Я сто лет такое не ела уже. Вообще, как классно, когда есть такие люди, которые вот имеют свою ферму, которые для людей стараются, и всё домашнее, всё классное. Всё, Ленуся, пойдём. За встречу, Чуль. А мёд, кстати, который мне прислала моя подруга, он этот, ты пробовала уже? Да. Тимьяновый мёд. Короче, у нас вечеринка вообще необычная. Мёд из Израиля, сыры из фермы. Знаете? Да вообще, ты представь, это же, ну, когда-то там запретили эти сыры, да, и вот классно, что делают у нас свежие, потому что последнее время, когда я брала, покупала сыры, это просто они не свежие уже там все. А тут только мне написали, сыры созрели, и сразу мне прислали. Вкуснотища. В Инстаграме вся информация будет. Это вот точно, это вот я обожаю сыры. Вот я меня, я не люблю вино, но я люблю сыр с вином. Не вино с сыром, а сыр с вином. И вот если я вижу сыры, всё, я хочу сразу вина, хочу вечеринки. Только прислали мне сыры, я сразу ленок. Давай ко мне, ко мне. А завтра придёт Кристина и тоже будет отведывать, потому что очень много прислали. Сынуля. Сынуля, качаю тебя всё, качаю. Надеюсь, эта песня не забракует. Не знаю, кто-то поет. Похоже на Никиту. Никита, по-моему, да? Какой-то есть такой. Я выпила пол бокала, мне уже хорошо. Кстати, я сейчас думаю о том, знаешь, о чём? О чём? Не скажу. А это как? Да, на самом деле, я не пьяная, не надо всё случайно подсказать. Подумаешь, я вообще пухаю хламину. Конечно, так и есть. Нет, дай бы эти шесть лет. Не мешай отвлекать. Да думаю я об этом. Ты, кстати, пойдёшь с нами на встречу подписчиков? Когда? Не знаю. Я не знаю. Пока всё в планах. Ну, летом я планирую. Вот я хочу с девочками встретиться. Может, с Полиной, с Кристиной по-любому будет. Хочу что-нибудь вот посидеть. Может быть, так же вина там. Какими-то девчонками чаю. Кто-то вина захочет. Пусть будет всё. И мы так погуляем прям от души. Малого, естественно, брать не буду. Я оставлю его маме. Потому что народу... Ну, эту хрен его знает, сколько будет народу. Может, один человек, но всё же. Народу будет вообще стадион. Если в Москве, в Большой Москве пришло... Ну, как бы, немного, да, человек? Сколько там пришло? Чё, 8? Вот. Может быть, в Ростове придёт меньше. Ну, главное, что сами. От души в души в душу. Желаю от души в душу. Крепец. Ну, я знаю такую поговорку. Это не помнишь? От души душевно в душу. От души душевно в душу. У меня примерно так получилось. От души в душу. Мы продолжаем есть, пить хлеб, соль. Нам понравился вот этот больше всего, да? Но мне вот этот беленький ещё понравился. Да мне все понравились. Класс. А, где музыка? Даже уважали. Нет. Ну, все, все. Выключай, Бабаран, захватит, снимай. Все. Ой, не все. А как, на красную, так же? Да, я в лесу. Ну, нет. Снимаешь? Да. Я не могу выключить. Девчонки, гуляем. Черт. Теперь все, без лизуры. Слушай, а я на красную жму-жму, и что? Она идёт. Ну, всё. Сынуля заснул. Ну, закатиши. Танцы поскованные. Мы уже, на самом деле, наелись, напились. Да? Или нет ещё? Не, Ленка чипсы. Чипсы дала. Принглс. Ой, а я уже что-то и напилась, и наелась. Ну, ещё чуть-чуть выпьем. Ну, в общем, на улице что-то прохладное, и мы зашли домой. И что-то уже вообще... Вот бокал вина, и всё, под завязку. Когда такое было? Вот раньше, блин, я могла выпить стакан виски. Когда была молодая. И да, я могла вообще напиться, как бы... Ну, я всегда, конечно, была в сознании своём. То есть я не напивалась так, чтобы что-то не помнить, или ещё что-то, или не контролировать себя. Всегда отвечала за свои слова и за свои действия в любом состоянии. Но я могла, как бы, там такая вся... То есть там такая... А сейчас всё, мне немножечко плохо, и всё. Давай, иди ко мне. Давай, иди. Извините, Диня, там туалет. Мама снимает её. Хочу тут быть на кадре, на кадре. На кадре. На кадре вертолёте, самолёте. Вот. Короче, спина болит. Мы сейчас пойдём валяться с сыном. Всё, ленок нас пропадает. Нас покидает, да, сметанку я ей насыпала. А Кристинка, походу, завтра не приедет, поэтому... Блин, не знаю, как. Сметанка уже закончится к её приходу. Придётся мне самой есть. Ой, смотрите, как она реснички накрасила, я вижу на камеру. Яркие такие, да, видно. Как будто это эффект какой-то добавила лицу. Ну всё, давай, Дарлин. Мы тебя ждём в гости снова. Сейчас ты скривилась. Всё, давай. Пока. Всё, давайте, я вам сейчас позвоню. А мы остаёмся ещё. Нам всем позвонишь? Давай, всем нам звони, мы тебя проводим. Давай. На ночь я всегда люблю съесть бутербродик с чем-нибудь вкусненьким и выпить чаю. Сейчас я поставила чайник. Пойду пока смонтирую видео для вас. Доброго дня уже, мои девчули. У нас состоялся уже второй дневной сон с 12 до 2. А так мы встали раненько, да? Мне в Инстаграм уже писали, что вот у нас хороший график, типа вот мы пришли в норму. На самом деле я ничего специально не делала, я на самом деле завишу от ребёнка. Вот в Москве просто Марк, он вставал очень рано. И малыш мой тоже начал вставать рано и ложиться, соответственно, ещё раньше. И сейчас у нас после Москвы график такой, да, малыш мой встаёт в 8-9 утра, потом к 12 он ложится спать уже. Вот, через пару часов. Мы ложимся спать вместе, потому что я не успеваю всё-таки высыпаться. Ну, я 6-7 часов, получается, за ночь посплю, хотя я стараюсь сейчас тоже в час, в 2 вечера уже лечь, как никогда. Вот, и сейчас мы в 2 часа проснулись, тоже покушаем, погуляем. И вот он вечерком ляжет спать, я уже не буду спать вот этим вечерком. Пару часов он поспит у меня. Мы уже идём на поправку конкретную. Антибиотики уже в него просто не лезут. Их обратно, поэтому 5 дней у нас прошло антибиотиков. И я ему раз дала, второй раз дала, они идут обратно. И поэтому я уже всё, не буду мучить ребёнка. 5 дней антибиотиков, это, по-моему, нормально. Там от 5 до 7 дней нужно попить. Почему мы их начали пить? Потому что многие мне начали тоже писать в комментариях, это не от зубов, конечно же, я же не жила зла своему ребёнку, чтобы от зубов давать им антибиотики. У нас ангина была, у нас было 2 дня, температура 39,3, держалась прям и днём, и ночью. Вот, и потом, когда мы начали пить антибиотики, всё сошло на нет-нет-нет, температуры уже нету, да, ну, вот, горлышко я посмотреть не могу, это только врач. Ну, насморка уже нету, ничего не течёт. Ну, и не кашляет он тоже, только у него, когда он дышит, бывает, собирается, там что-нибудь, он откашляется, и всё. То есть он в течение дня не кашляет. Я думаю, что всё уже закончилось, и мы, может быть, сегодня, а может быть, завтра, подождите, сегодня-завтра, выходные, в общем, в понедельник, да, мы дойдём к этому врачу, чтобы она посмотрела, потому что наша врач в отпуске, к сожалению, чтобы она посмотрела и сказала, ну, может быть, что-то там ещё попить, как бы уже заключительное. И линокс для желудка мы, соответственно, я давала ему всегда утречком, перед всеми таблетками, и буду ещё давать ему в течение 10 дней, там, 2 недели нужно пропить. Вот, сейчас я запустила стирку. Я варю макарошки, они у меня, походу, разварились, да. Мелкие такие макарошки я люблю. И запустила стирку. У меня накопилось стирки за это время, пока был дождь на улице, на самом деле, и я не хочу дома сырость разводить и вешать. И вообще места не так уж много, чтобы вот потом ходить, толкаться. Мне нравится во двор вывешивать всё, кстати, почему-то... Почему-то закрылась, сын, на дверка наша. Ветер у нас, и как раз, я думаю, хорошо... Ой, хорошо высохнут. Хорошо высохнут вещи, быстро очень, на ведро. Но проветрить надо квартиру. Проветрить надо заодно. Вот, чувствуем себя хорошо, всё замечательно. Кристинка, да, Аня приехала сегодня, я сказала, она уезжает, потому что кто-то пишет уже, вы что, поссорились? Да нет, конечно, не поссорились. Вы просто привыкли, что она постоянно у меня, а это не всегда так бывает. Я, во всяком случае, влоги всё время снимаю, что она постоянно у меня, но это не так. Вот. Ладно, вернусь, пока сейчас я готовлю еду и с козьего творога хочу сделать сырники. Да, кстати, девочки, кто хотел конкурс на Сигны, у меня в группе ВКонтакте, сейчас группой ВКонтакте занимается девочка, и она будет делать конкурс на Сигны. Ну, всё от имени группы, конечно. Так что внизу под видео, если кого-то интересуют Сигны, подписывайтесь на группу, и там уже, по-моему, идёт конкурс. На Сигны. Всем удачи! Быстро скажу, как я буду делать козий творог. Здесь где-то 200 грамм, думаю. Перетираю это всё с сахаром. Добавляю одно яичко. Под рукой у меня не оказалось муки, и бука там какая-то у меня какая-то, не помню, какая-то, в общем, с привкусом. Я буду использовать манку. Я вообще люблю манку использовать. Тоже я делаю на глаз всё, чтобы просто вымесить. Ксена, не кричи там! Я снимаю! В общем, самый последний момент, обнаруживаешь, что нет у тебя изюма. В общем, будем делать без изюма. А манки я всё, на самом деле, ложу на глаз, примерно 2 столовые ложки. Всё, сейчас я это вот так всё перемешиваю и жарю на растительном масле. Предварительно разогрев сковородочку. А сын замолчал, потому что я его посадила в настульчик напротив стирки. И он любуется стиркой. На самом деле, сырники из творога, из козьего творога, я буду пробовать впервые. Самое интересное. Кстати, благодаря манке, они, я заметила, всегда более хрустящие, чем нежели с мукой. Вот что у нас получилось. Сырнички наинежнейшие просто, с привкусом, естественно, козьего творога. Мне это очень нравится. Хрустящие, благодаря манке. Короче, кайя. Ещё салатик я приготовила и заправлю это домашней сметаной, которую мне прислали. Все эти домашние продукты мне прислали. Есть такая у нас фирма «Семеро козлят». В общем, там просто кваша, там творог, там вот эти вот сыры все. В общем, все есть. Информацию я оставлю о них в Инстаграме. Если вам будет интересно, заходите в Инстаграме и почитайте, посмотрите, что у них есть. В общем, всё вкусное и свежее. Вот. Такая фирма замечательная. Теперь можно не иметь своих коров и козочек. Это для того, чтобы есть домашнюю, полезную, вкусную еду. Ой, как же вкусно я поела. Сыночка, иди к маме. Дэнь. Дэня. Иди ко мне. Мама тут уже. Мамы нет на кухне. Такой смешной, смотрит на эту стиралку. Она начинает жужжать. Он такой раз на ручки, на ручки. Сел такой на ручки и смотрит с ручек моих. Потом раз, вроде обратно спускаться. Я его спускаю, он такой раз, что-то зажужжал, и он опять такой ко мне поворачивается. Мама, мама. Ты такой смешной, мамы. Вообще. В общем, после того, как я поела, сытненько, плотненько, и сделала чай. Я не люблю сразу пить, на самом деле, после еды. Поэтому чай остынет у меня. Я потом его разогрею в микроволновке. Ну, так вот бывает почему-то всегда. И, в общем-то, займусь каналом. Сейчас посмотрю. Зайду что-нибудь, там погляжу на почту, зайду вот так вот. Но я не могу сильно открывать компьютер, потому что он к компьютеру лезет. И только вечером, когда он уже на ночь ложится спать, только тогда я его полноценно открываю, беру на руки компьютер и начинаю работать. А так пока урывками. Может, включить что-нибудь попробовать. Посмотреть сериал. Мой любимый. Я смотрю сейчас миллиарды. Кому еще не говорил. Видимо, сладкий мой котонок. Уже такая лохматая. Мы с сыном тут резвились. Он уже засыпает. Это второй у нас 6 часов. Сейчас должен второй раз поспать. Ну, что-то вот он ходит, крутит. Да, я читаю, тут в инстаграме комментируют иногда. И вот там девочка одна написала по поводу того, что посиделки так культурно передаю, что ли, или вот как-то, да. Я ей написала, что посиделки уже не те, что практически больше едим, чем пьем. И вот хотела сказать, такая, думаю, вот, а вот хочется поделиться на самом деле. Вот хочется сказать, просто поделиться тем, что на самом деле, вот давным-давно, уже, я не знаю, лет 7, наверное, 10, я не люблю состояние алкогольного опьянения. Вот именно... Знаете, раньше я, да, 18 своей лет, там, 20, могла выпить там и стакан виски. Ну, не так, что прям, да, сколы. Ну, я имею в виду в общей сложности. И чувствовала алкогольное опьянение, что-то было в нём. Чувствовала состояние алкогольного опьянения, расслабленности, может быть, уход от каких-то проблем, может быть, отпускание каких-то зажатостей, да. Ну, самый важный момент, что всегда, когда я пила, я всегда была ясна. Ну, в том плане, что никогда не было такого, ой, я была пьяная, там, и я не помню, что я делала. Или пожалела о каких-то своих поступках в алкогольном опьянении. То есть я всегда была вот в этой ясности, что, ну, я знала точно, что под алкоголем я не сделаю ничего такого, чего бы не сделала в трезвости. Ну, разве что, если только там какие-то стеснения, да, и вот за зажатостью некоторые ушли, чтобы, вот. А сейчас уже давно не пью, я даже, когда пью вино, я уже не пью давно крепкие напитки, но когда я пью вино какое-то, вот буквально пол бокала вина, вот я буквально вам говорю, да, уже вводит меня в такое состояние, которое мне не очень нравится. Такая излишняя расслабленность какая-то и желание поспать, ни о чём не думать. Вот, а, бля, у меня эта штука. В общем, забирает мои силы, и я не люблю, на самом деле, алкогольное опьянение. Вообще, я не люблю никакое опьянение. Мне даже страшные сны снятся, если вдруг я нахожусь под каким-то веществом расслабляющим, наркотическим, или, ну, алкоголь как бы не страшно, да, вот именно наркотическое. Мне пару раз снилось, и это был страшный сон, когда я просыпалась просто в холодном поту, как мне хотелось выйти из этого состояния. Причём один из этих снов – это когда то ли операцию мне делали, то ли что, и то есть нужно было необходимо вколоть типа морфина или что-то такое, что я буду как бы расслабляться. Да что говорить! Я боялась этого, когда мне анестезию кололи при родах. Это даже не страшный сон, это реальность. Вот когда мне кололи анестезию, я прям вот прям мозг, мне кажется, напрягла от того, чтобы он никак не… Нет, я боялась, потому что всё-таки анестезия, да, и вот какой-то такой общий… Ну, не общий там, да, вот какой-то… Не знаю, чего-то я, короче, боялась. Меня трясло где-то там, и это… Я не люблю эти все состояния. И для меня… Ну, как бы я себя в жизни хорошо чувствую, и для меня ясность и трезвость вообще превыше всего. Я очень люблю всё ясно видеть, да, вот как оно есть, вот всё видеть. Я не люблю выпить и, в общем-то, что-то непонятное становится. Денечка, давай спать, котик. Мама… Бусказалась. Поделилась по поводу алкоголя. Поэтому я призываю всех не расслабляться с помощью алкоголя, там, а ещё что-то, а реально попробовать полюбить внутри себя. Я думаю, что это именно с этим связано. Полюбить внутри себя, себя, принять себя, подружиться с самой собой, прям, знаете, чтобы вам кайф было с собой время проводить. Вот вы остаётесь одна вот в доме. Вот раньше я не могла оставаться одна сама с собой. Мне всё время нужно было куда-то бежать. Я не принимала этот момент, но на самом деле я не любила сама с собой находиться. Мне, видимо, было неинтересно, потому что я начинала там что-нибудь грустить, загоняться там в своих проблемах, там какие-то депрессии могли ещё оказываться, да, когда я жила в Москве. Вот. А когда реально, ну, ставишь себе целью, да, ты начинаешь себя принимать, ты начинаешь себя любить, ты начинаешь себя узнавать, как минимум, понимать, что ты вообще самый лучший друг себе. Денечка! Не делай так. И тогда всё становится на свои места, и тогда ваши дни будут просто превосходными, если вы это сделаете. Но это всё со временем, и это должна быть ваша цель. Ну, то есть это не так, что вы раз и всё, как это сделать? Раз и всё сделали. Нет, это должна быть сама цель. И тогда вам не захочется пить, потому что вы будете прощаться с самой собой, да, не захочется употреблять какие-то наркотики, если вдруг вы имеете слабость к чему-то, потому что вам не будет хотеться себя потерять. Вам будет классно просто находиться с самой собой в любых ситуациях. Вот. Вот к чему я призываю. А в плане, вот когда я пью вино и сыр, да, вот если вы спросите, зачем же я тогда выпиваю там или ещё что-то, знаете, это сама атмосфера. То есть это не столько выпив, сколько сама атмосфера. Вот вино, допустим, и сыр, это для меня ассоциация хорошей жизни, да, то есть потому что сыр, ну вот сыры всякие такие, да, они дорогие достаточно. Вот сырная тарелка, она одна из самых дорогих всегда в ресторане. Вино какое-нибудь вкусное, изысканное, выдержанное где-то, да, мне вот, ну, хочется, да, и потому полбокала, как бы полбокала достаточное, чтобы ощутить эту атмосферу. Просто ты сидишь где-то, я даже не очень дома там люблю, ну, когда друзья, да, а я даже люблю ещё, чтобы это был хороший ресторан, какой-то красивый вид. Вот этот сыр мой любимый и вино, да, и вот так вот вообще шикарно. Что касается каких-то там коктейлей, да, например, с коктейлями, у меня больше ассоциации, тоже я люблю какой-нибудь коктейльчик взять, и можно туда, вот, например, Малибу. Если я пью коктейль Малибу, где я отдыхала, первый раз Малибу я попробовала в Египте. Всё, это солнце, море, пляж, это Малибу. Но опять же, я один коктейль выпью, если я чувствую уже вот эту вот расслабленность мозга, которая мне не нравится, то всё, потом уже... Скажи, мама, хватит рембить. Пошли спать. Ладно, всё, мои хорошие. Ну, вы поняли. Я алкоголь не люблю. Я люблю атмосферу. Ой, ну ещё не договорила. То же самое с чаем. Вот чай я особо, знаете, вот прям, ну, не так, чтобы прям я чайная душа, но я его всегда налью. Я когда приду в гости, я всегда его выпью. Когда приходят ко мне гости, я всегда вот чай, 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 чай. Я сделаю два голодка и не пью его. Но сама атмосфера чая, она создаёт что-то. Кофе. Я точно так же, бывает, утром не допиваю. Но само вот это вот кофе, то, что оно бодрит, то, что это утро кофе, да, это вот реклама, вот эти вот... Это вот всё делает атмосферу какую-то жизни твоей. И вот всё складывается. Да, прекрасно. Ладно, всё, сына, пошли спать. Малыш уснул. И я сейчас лежу и о чём думаю. Что я сейчас буду делать? Сейчас посмотрю свой любимый сериал. Одну серию. Миллиарды. Уже десятая серия первого сезона у меня. И я сегодня посмотрела, вот Саша Спилверк, что-то там с ней произошло. Её отец ударил человека, как я понимаю, вообще незаслуженно, ни за что. Без разбора практически. Посмотрела ещё некоторые видео, где Саша отвечала на такие простые вопросы. И отвечала, не знаю, не знаю, не знаю. Это так некрасиво смотрится. И знаете, я на самом деле не отличаюсь тем, что я такой там человек, который всё знает, на все вопросы. Я в школе училась плохо на тройке. И этим не горжусь, в принципе. Но не вижу в этом и ничего такого прям суперсверхъестественного и ужасного. Многие в моём возрасте, особенно вот этот седьмой класс, когда хочется гулять, ты цветёшь и пахнешь, и прогуливать школу и так далее. Всё это было в моей жизни. И да, школу я закончила очень плохо. Но у меня были знания. Ну и вот к чему я всё это. На самом деле села батарейка. Я тут вот бельё сушу. Сейчас буду разбирать. Села батарейка, и я не договорилась, что способности к знаниям у меня всегда были, потому что как только я ушла со школы, где мне не нравилась моя атмосфера, я начала учиться хорошо. И у меня, ну, я была прям отличница-хорошистка, да, в училище. И меня даже уже преподаватели не спрашивали, потому что знали, что я всё знаю. Я реально училась, я вот стремилась, всё. И знания ложились в мою голову очень хорошо. Вот. И что хотела сказать, что да, это очень некрасиво выглядит, когда мы не знаем каких-то элементарных вещей. И как раз-таки пришла мне в голову мысль, я изучаю историю сама. Не так, как в школе её нам преподавали, да, неинтересно. А сама нахожу ролики, допустим, разные факты. И вот я начала изучать историю от царей. То есть у нас сначала были цари, и вот когда произошла вот эта революция, Ленин, Сталин, и вот все, кто дальше пошли, я сначала вот в эту сторону. А потом, ну, это мне интересно, более так близко, да, а потом дальше хочу в обратном направлении, вот цари. Всё, дальше и дальше, кто был, да, у нас. Вот. Кстати, всё высохло уже. Вот. И когда ты сама это изучаешь, это намного интереснее, и даже запоминаешь последовательность, да, кто за кем был. И вообще я смотрю это как большой такой сериал на конкретных реальных событиях. И знаете, то, что нам преподают в школе, ну, вообще там далеко не то, что на самом деле было. Потому что если сейчас открыть YouTube и интернет, то, что в полной доступности для нас, мы можем одну историю посмотреть с разных сторон, разных авторов, из разных источников. Они всё рассказывают очень подробно. И в итоге мы сами, сами в голове понимаем, что далеко всё не так однозначно, и узко, как нам это преподают в школе. Там целая эпопея. И, конечно же, когда ты встречаешь людей, которые увлекаются историей, или ещё что-то, ты начинаешь общаться, и всегда есть о чём поговорить, потому что одни говорят одно, другие говорят другое. И, в общем, там целые дискуссии философские можно развести. Ну, это очень интересно на самом деле. И вот я помню, что я остановилась на Хрущёв. Сейчас я смотрю Хрущёва, там записки его. Он вот сидит, так интересно описано, он сидит, и из его записок, вот прям его словами, то есть, что он говорил, показывают какие-то кадры оттуда, всё это вот сопоставляют, и он прям вот, знаете, как мемуары, типа того-то, у него такой дневник есть из прошлого. Что-то там из прошлого называется, не помню. Это я уже смотрела, не знаю, беременная ещё была. Вот. Так что хочу сейчас возобновить, посмотреть. Всё-таки как-то надо. Вот мне этот пример, Саша Спилберг, который не смогла ответить на такие вопросы. Я сама не пример хороший того, чтобы знать ответы, да. Бывает на элементарные вопросы, просто в голове, ну, не усваивается. Например, крейсер Аврора уже 10 раз я эту историю заучивала, зубрила. Но сейчас, если мне сказать, вот я реально вот сейчас, вот реал, да, ничего не подглядывая. Что такое крейсер Аврора? У меня всё время сомнения, когда я говорю, хотя я её заучивала реально и забываю постоянно. Я не знаю почему, но вот такой человек, кто-то не может запомнить какие-то тоже очень важные вещи. Например, мы должны знать там о анатомии, где что находится. Не все это знают. Первая медицинская помощь очень важна. А у нас люди, например, теряются в какой-то ситуации, когда реально нужны. Какая история? Вот важнее знать первую медицинскую помощь, чем историю, к примеру, да. Я считаю, что очень важно знать психологию, например, какую-то, да, чтобы также помочь людям. И это тоже, возможно, важнее истории в данный момент. И вот кто-то запоминает эти вещи, кто-то умеет всё это делать, общаться с людьми, помогать им на этом уровне, да. А кто-то хорошо историю знает. Вот я считаю, что просто есть люди, предрасположенные к каждому. Не стоит, конечно же, ко всем одинаково относиться, да. Но всё равно как-то в обществе у нас пристыжают, если не знают, ну, стыдят людей, если они не знают какой-то школьной программы. Хотя, если мы встанем на суд, да, то я думаю, что большинство не помнит, не знает элементарная там математика какие-то, что мы там учили. В общем, дофига всего, что в жизни просто даже не пригождается нам, да. Но общество у нас такое, что нужно знать, из-за этого тебя тыгают пальцем, поэтому надо что-то себе, надо тоже. Надо напомнить себе историю, в общем-то, да, какие-то вещи надо знать. Так что, хоть хочется сказать учитесь, но я знаю, что, когда надо что-то делать, это очень сложно сделать. Потому я всегда призывала, чтобы в школе учили, чтобы было интересно, чтобы детям было это с картинками, с играми. Знания вкладывались интересно, а не так, что надо, зубри, блин. Он реально зубрит это все и забывает потом. Вот даже есть такое в психологии, вот официанты тоже, знаете, вот я все вместе в кучу мешаю, но суть в том, что когда тебе что-то нужно сделать, ты это делаешь и все, по щелчку ты вот так забываешь. Но это же неправильно. Нужно, чтобы на подсознание, на сознание все это оставалось, чтобы был в этом какой-то смысл. Нужно преподавать так. А у нас в школе так не преподают. У нас надо, пятерку получил, все, экзамен сдал, все, ты гулять, бежать куда-то. Интерес не вызывают к каким-то предметам таким важным, с которых потом требуют знаний с нас. Вот. В общем, такая вещь. Ладно, все, белье пора разбирать. Плохо еще подсохло, пусть подсохнет, потом под вечер заберу уже, в комнату разберу. в дом. Кстати, пока заряжалась у меня камера, я записалась на звукозаписывающую студию. И в ближайшие дни пойду. В общем, сначала мы обсудим там все дела. Ну, в общем, надо что-то делать, надо готовить вам песни, поэтому действую, я действую. Что-то мне кажется, я тут натронделова во влоге. Уже пора завязывать. Время с 10 3 я смонтировала видос, и все, надо ложиться, а сын уже спит давно. Вообще, он как-то у меня сегодня спит прям с 6 вечера. проснулся в 9 полдевятого, пару часов по бодрству и снова уснул. Что-то как-то странно, но ложиться рано. В общем, ладно, я с вами прощаюсь, я вас целую, люблю. Кстати, коврик из фикс прайса хороший. И все, давайте прощаться до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok